доброе солнечное утро друзья мы с вами в нидерландах как я вам и обещала мой муж александр всегда со мной мой личный извозчик ну да по совместительству никаких совместитель здесь нету мой любимый муж просто везде меня возит где мне только пожелается где тебе желается сегодня сегодня не сюда желается я чуть зерошена от шлема не обращайте внимание сказала кашу не варить с утра поедем завтракать нидерланды вот мы и приехали меня не надо показывать видите я еще только проснулся видите на то скажу что он ходит без майки не проснулся еще потому что магазин сейчас только в 9 часов откроют а мы уже в день они уже все стоят 9 часов нормально приезжает завтрак я знаете когда в риге работала в леда знаете когда тебе лет 20 ты любишь поспать до обеда представить да что выходной адекватный человек может встать в такую рань и вот допустим ты в субботу работаешь я понимаю в будни еще люди там перед работой заскакивают еще как-то но я в субботу всем всем умом не могла понять почему в такую рань только открывается они уже прут ну ладно вам что реально дома не сидится потом уже когда родились дети я поняла почему хотя бы те кто с детьми приезжает а потому что блин дети встали 6 7 что с ними делать 9 уже поехали в ряду а теперь уже без детей при понимаешь почему люди приезжают а сегодня я планировала спать минимум до 9 но булка проснулась в 6 саша повел ее в туалет это мне больше не уснулась полежала два часа тупо телефоне поторчало и вот собрались поехали в общем мы решили не стоять в очереди мы пойдем на рынок купим сначала там что-то потом вернемся а там можно и покушать рыбку кстати вкусно а я рыбку хотел так мы хотели дом пожарить они там поесть вот что значит мы давно с тобой не были смотри польский магазин открыли там кстати колбаска могут быть неплохие вот такие например прям вот возле рынка кто местный сетите может здесь только польская все польский раньше кстати был в другом месте там на входе но что-то у них не очень шло на входе смысле фальс мука называется землячка землячка из чего а так скробио видишь крылья не мои что значит что-то непорядок сметана двенадцать восемнадцать процентов какая-то не жирная сметана шмалец шмалец где шмалец это какой-то жир сало это не сало это жир саш не бывает такое сало знаешь жарить жир жарить но это и есть на что топливный сало и что ты будешь на нем жарить сейчас серьезно даже это все можно жарить это оно написано же ты читай смолец масло есть мне нужно мне на жиру вкуснее жарить чем на масле просто реально вкуснее попробовать вот эти вот сосиски вкусные они в колбасе тоже продаются вообще для работы мяса я уже много раз можно говорить не колбасы не сосиски все это есть вообще не булочки замороженные смотри аппетитные да с заварным кремом кстати по моему я вот когда дальнобойщиком работал я пользовался шмальцем вот я через польшу ездил покупал мне нравилось сейчас я уже тут ли он вообще смолец купить все цветочки смотрите продают хризантем 4 евро горшочек вон еще в сайте ой это эвкалипт по моему да саш о кстати что-то новенькое раньше я не видела такого здесь донуты прямо в коробке 5 евро коробка 5 евро коробка выгодно можно взять порадовать эти вот американские печеньки да это не совсем такие они у них такие с кусочками чего-то внутри подожди вот такие вот саш вот смотри тут сколько 4 штуки но они такие пушненькие что прям всего такого захотелось может надо было сначала все-таки позавтракать сейчас наберем что-то что можно взять попробовать ну давай и донутсы и донутсы какие-то больше такие? мне больше белые нравятся а вообще давай такие какие-то такие да да мне вот так получается там же еще что-то есть наверное есть бандринеры всякие вот такие штучки раньше тут вкусные маффины были шоколадные сейчас я не вижу помнишь раньше тут вкусные маффины были шоколадные а вот они, Саша нет, они меньше ну может быть по такому же принципу но раньше они большие были штука по еврику вот они и есть вкусные наверное они меньше сок вон там по сути тоже они вкусные даются просто раньше не были упакованы так и там всякий хлеб тоже свежий макрунчики макрунчики или как их там я, если честно, не очень понимаю давай чуть наберем да или на обратном штуке нам же еще и за рыбой что мы хотим пускать давай пойдем все не разберутся полукрылышки крылышки ножки хорошие цены еще пока полукрылышки 4 килограмма 8 евро а я люблю и знаете вот это вот в таком кисло-сладком соусе да с этим с майонезом с чесночком не с майонезом ну соусом короче понял Саша такое не очень а я люблю да что там еще есть ребрышки чьи 3 килограмма 9 евро а да так можно еще вот куриное филе 2 килограмма 17,60 вон оно а это вот эти вот бедрышки без косточек и без шкурок тоже хорошая цена да можно взять на дачу что-нибудь делать сейчас уже не будет погоды для дачи ладно идем дальше сегодня ветрено очень ну вот они фрукты ягоды 2 коробочки по полкилограмма 5 евро нормальная цена андарина страшная 3 килограмма 5 евро лимонный он мешочек 2,50 яблоки яблоки вкусные у нас еще есть у нас еще есть на маске можно попробовать но здесь сколько я помню они все время пересоленные нет, Саш? помидор так много куда? 3 килограмма 3 евро да, хорошая цена вот смотри я все дома хочу что-нибудь приготовить похоже это же наверное недолго и делается мне кажется здесь пересоленные у меня всегда будет тебе не кажется? да, сейчас проверим ну попробуй ты такой не сможешь слишком остро? нет, твердая корочка твердая корочка твердая корочка ой, могла бы рассосала ну так себя так себя? продолжаем продолжаем вот Ника здесь только 5 евро красивая мелкая на, нет, обливает да надо знать откуда он нельзя есть он плохой а это китайский почему нельзя китайский это? там всякая химоза да надо испанский брать а вообще лучше выращивать на грязках у кого растет так тут был один мешок 2 евро любой 3 мешка 5 евро любых лайм, яблоки, ананасы вот яблоки на даче лежат так, пойдем здесь пройдем? хаки, не хочешь? ящик 7,50 я пойду гляну, хочу в рыбках пойдем, подожди круг сделаем потом глянем а, ты хочешь жареную? а, ты хочешь жареную? да яблоки мешок 2 евро груши мешок 2 евро в принципе все есть ну, а вот и рыба краб это не килограмм 13,50 видите? такие вот цены, примерно смотрите где дорадо есть? сколько сейчас стоит? а вот 9,95 килограмм раньше 7,95 раньше было 6,95 да? я показал там бигури типа такой, только шайбами нарезать а дорадо только в костей мелких нет ну, не целиком или хотя бы по лампу а мне хочется такими шайбами знаешь? почему? дорадо можно на 3 части ну, как хочешь давай, возьмем килограмм рыбины будет или 2 килограмма ну, дмитрий рыбины а, то есть вот такие, да? вот, да одну штучку? ну, попробуй просто для эксперимента как получится давай а там тоже что-то есть, конечно такая же дорада тоже 9,95 ну, такая крупная да? ради сразу она будет весить точно килограмм что думаешь? думаю тут взять а вон там? пойдем еще посмотрим там рыбку жарят, Саша хочет жареную рыбку 5 евро штука раньше 3,50 было, да? да в Нидерландах в Нидерландах как-то более приветливо, когда снимаешь, да? в Нидерланде нельзя так я по привычке, это, в Нидерланде не снимаю так да, раньше было 3 евро, потом было 3,50, а сейчас уже 5 а вот тут дорада, кстати, дешевле, 8,90 или нет? сколько там было? 9,90 здесь вот здесь на евро пешей получается но она мелкая здесь, да? ну и лучше лучше? нормально, пополам порезал как раз кажется, мелкая да да теперь ты вот такую хочешь? я хотел типа вот такими шабочками, только не красную, а другую нормальную, белую вон белая да, вот типа такого это риска, наверное, да? ну типа того что-то хотелось, да еще вот такими шабочками нарезать и пожарить я так себе представлял в общем, взяли мы дораду и берем пульпу хватит тебе? или другой? ну бери давай, если съешь я покажу, что из этого получится вам не испортить и не стали мы завтракать это вообще мы уже в принципе перешли даже на завтрак там что-то касса у них заглючила еще что-то а мы решили нафиг у нас эти полные баулы плюс мы еще тортик взяли нам сегодня в гости прикол мы взяли, да? вы не представляете, как мы ехали мне не хватало рук, чтобы снять мы не могли определиться, какие взять я хотела светлые и Саша темные и решили взять оба кроме донатцев у нас еще торт да это кстати возможно мы в гости сегодня поедем и плюс еще мы взяли вот эти маффины и печенье короче дети офигевают мы обычно донатцы не покупаем домой потому что... ну изредка просят по одной штучке но это очень редко а тут они подумают, что баааа что за праздник а тут сейчас вот так будет, блин абсолютно реакция и да, сейчас мы с Сашей позавтракаем и будем вкуснятину трескать кофеек, донатцы а? не завидуйте, друзья это реально будет очень вкусно что-то дети не поняли прикол они в шоке, да? столько донатцев а что это? а что это? Артем уехал на английский уже у нас здесь, думаю, что это подвох наверное, да? подвох какой-то подвох какой-то вот это поворот что это поворот а что такого? о, Булка что-то унюхала Булка что-то унюхала а с миножками пахнет а с рыбкой рыбкой, рыбкой, да смотри, смотри что-то вкусненькое да, Булочка? что-то вкусненькое что-то вкусненькое что купили называется что купили короче, я ее помыла верхушка там все почищено уже насмотрелась в интернете как готовить не знаю, что у меня получится блин, у меня грудь сейчас не обжечь только в общем нужно, чтобы он сейчас красиво закрутился я так поняла блин, кипеть перестало для этого мы в кипящую воду опускаем тяжелый он, да? тяжелый, да? грамм полтора, да, оно есть? кило 600 видишь, он предлагал другую а там было всего 4 щупальца я хотела хотя бы 6 блин, а тут аж 8 оказалось в общем он должен красиво закудрявиться и потом повариться недолго потом мы его немного замаринуем и в духовку ой, бляха монстр огромный да, да блин мне его сейчас ухватить а кто-то сложный думать вот да мы его надо не переварить он тебе закудрявился я еще не варю он же закудрявился ну так, ну ладно какая разница, да? закудрявится или или ой ой какая вкуснятина будет у него он уже с улицы забегала говорит а чем так вкусно пахнет я говорю осьминогом уже можно кушать я говорю нет, еще не готов ты меня обязательно позови у нас в принципе все любители кроме Артема и грибы тоже не любитель, да? да, и креветки нет он такой у нас в этом плане не наш хотя странно, да? да мы скорее всего просто не приучили он в детстве сало как любила сейчас не ест в общем сейчас я чеснока туда так щедро нарежу оливковое масло соль я не знаю, перчить Саш, не перчить? шмариться не хочешь? нет, она замаринуется мы запекем и ближе к концу я еще туда картошки закину прям туда? ну, чтобы тоже запеклась ой я знаю, кто еще у нас любит осьминог ой, это точно она все любит видишь, уже ходит ищет осьминога она чувствует, что он здесь да, булочка? смотри, как пахнет как пахнет осьминожкой осьминожкой пахнет ммм, как пахнет осьминожкой да, я верю, да, вкусно и булка у нас точно всеядная замариновано с маслицем чесноком соль совсем чуть-чуть персика насыпала так еле еду рыба почистила тоже посолила поперчила но я думаю крыга мы вернемся уже завтра или сегодня вечером я ее боксик сейчас упакую пускай лежит в холодильнике главное что нужно почищено асминога в принципе нужно полчаса стареть и думаю еще полчасика и поставлю уже в духовочку наши щупальца готовы ближе к концу запекания я положила еще картошечку довольно хорошо да хорошо просто я горячо я за все понимаю только сметана там не понимаю ну и не поймешь и две вилки одна для елопени я ж не могу с грязной давай попробуй уже попробуй там где потолще не отрезалась не подолошь не для этого масляный хвостики немножечко подсушен да я согласна вот это вот часть обалденная может баба чуть-чуть под конец от фольги открыть чтобы подрумянилась картошечка немножко подрумянилась поэтому открыла очень вкусно даже вкуснее в ресторане собрались едем в гости нас пригласили на дачу тортик вот с нами едем навестить булочкиных родителей сколько они не виделись два месяца два месяца не виделись вот булочка в багажнике в предвкушении узнает не узнает дочь родную да нас пригласили в общем гости мы решили ладно воспользоваться моментом не знаю какая будет реакция у родителей булочки на булочку потому что просто было классно давно был маленький перерыв сейчас мы не знаем еще плюс булочки родилось три братика родились не сейчас сейчас им 6 недели так понимаю и вот вот их уже можно в новый дом отправлять поэтому если кто-то заинтересованы рассматривайте внимание такие маленькие даже булочка же не видели мы же ее забрали сколько и почти 6 месяцев было а тут прям такие полтора месяца смешные семечками чем пахнут я чем говорю что могут родители будет на булочку другая реакция потому что уже новый помет она уже как чужак самое интересное что когда булочка родилась были все девочки а сейчас родились все мальчики я подозреваю что они плюс-минус я такого же цвета потому что потому что мама и папа тоже такие потому что если мальчики не могли бы больше можно же геннена от папы взять и потемнее но папа вот как раз как булочка да булочка больше на папу похоже папа темнее а папа светлее мама светлее гораздо она что-то среднее но больше булочка похожа на папу я так считаю ну реально я не думал что раз помню я не было что булка похоже на папу больше я думаю сейчас что залезть цвет и цвет ему не морда покажись 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 папа покажись вот прям видно что на лапан папина дочка смотри пофоткаешь меня какая угрелись а кто самый черненький этот вода черный мне казалось что они все одинаково как отличает они все разные да вообще разные какая прелесть нравится вам последних три осталось если хотите вот пишите на больше у них щенков не будет они уже стерилизованы пишите в личку вам сделают хорошую цену я думаю договоритесь так что кто из ахина или недалеко действительно да и кто-то заинтересован смотрите цена будет хорошая мальцы классно сейчас взяли дата он покушал спать хочет спасибо все классные здесь трудно выбираем вот это он какой-то что ли какой-то грустненький будто не знаю не понимает что за движуха происходит это как одна девочка немножко похожа вот это только-то скорее забавно сидит и в них тихаря палец грызет забавно какой-то потому что у него как-то что ли другая черепка мне кажется самые самые добрые но еще будет формироваться череп и мордочка все это еще они же маленькие еще у детей ведь тоже так хорошо его тепло пригрелся да вот такие чудесные у них вот правда по глазам очень много видно они по булочке обращали внимание прям все эмоции на глазах передаются очень четко это все так на лапах все казалось что они все одинаковые эти французские бульдоги а сейчас я иду по городу я замечаю морды вообще отличаются у некоторых щечки поменьше у некоторых вообще другое выражение морды как свои дети кажется наши глазки умные да да умные глазки такие а вас чего прицепили да прицепили чтобы не суетились да и все отпустят ой какая ты красивая это мама ну что мне нравится что они такие добрые не агрессивные не тявкают не бросаются залежут до смерти до залежут да и папа добрый хороший до так мы уже дома кисюли рассказываю показывают как как мы время провели до сколько собачек мы видели на кейсе конечно был бы стресс если мы с собой бы взяли бы одну булочку терпеть это одно а тут столько всех да в общем больше больше не снимала потому что заветерело потемнело быстро на полном серьезе если кому-то интересно кто-то хочет такую собачку вот пока есть пока еще все свободные можете написать либо в instagram либо вот у меня есть эмайл под видео туда написать и я скину контакты без проблем договоритесь съездите можно посмотреть кто хочет хотя бы просто посмотреть а там уже решите тоже друзья мы собираемся спать завтра как вы помните у меня термин в уни-клинике с утра надеюсь все таки опухоль окажется в этой миндалине которую вырезали как она там будет узнаем конечно завтра все друзья с вами прощаюсь уже всех обнимаю всем пока